всем привет дорогие друзья всем привет дорогие друзья мы находимся недалеко от севаса в городе диври хочется вам рассказать и показать столько всего просто не выключать камеру но к сожалению карточки кончаются поэтому показываю вам все что есть самое интересное сейчас мы ждем автобус если вы не видели наше предыдущее видео о нашем путешествии все ссылки на эти видео в описании еще раз покажу вам вот эти вот удивительно красивые мощенные уютные улицы города диври некоторые дома здесь отреставрированы а некоторые выглядят вот таким вот образом много разных магазинчиков очень красивая мечеть ну и конечно же очень много собачек которые отдыхают которым жарко вот например еще одна из таких улочек можно купить различную обувь чай все что нужно для дома детские рюкзаки в общем сама атмосфера друзья здесь просто потрясающе да диври очень интересный такой маленький городок приятный билет от диври до севаса обратно стоит 30 лир ехать нам два часа в общем советую вам приехать в этот город очень добрые здесь люди вкусно можно покушать ну и конечно же байрам многие рестораны закрыты если вы приедете в другое время то все будет открыто но сейчас едем опять в сторону севаса и у нас осталось вечером мы отправляемся в диар-бакыр и в нашем путешествии осталось три города точнее два это диар-бакыр и мардин но мардин наверно будет самым интересным городом который мы посетим поэтому оставайтесь с нами смотрите предыдущие видео которое вы не видели ну и конечно же ждите следующее вот такой вот невероятно красивый пейзаж как будто бархатные холмы мы видим когда едем из диври в севас ну и по всей дороге вот кстати карса до севаса на поезде мы видели тоже вот такой вот пейзаж холмы и тени цвет очень очень красиво как я уже сказала кажется что они прям такие бархатные и мягкие такой ландшафт как будто на другой планете и даже немного напоминает каппадокию и по дороге в севас мы увидели правительственный кортеж вот я думаю видите машину с мигалками все едут вместе с остальными никто никого не перегоняет не обгоняет останавливается на красном свете но это скорее всего кортеж губернатор уже приехали в севас через три часа у нас поезд в диарбакет сейчас идем в город как всегда забыл что-то в автобусе а здесь прямо около вокзала автобусного есть вот такой лунопарк где дети катаются на карусели один раз я каталась вот на этой карусели она переворачивается прям на 180 градусов а вы катались или рискнете я например больше не рискну развлекается на байрам а а а оттур 19 19 года 4 года 1 2 кунгре Мы опять приехали в центр и до того, как наступила темнота, сейчас покажем вам опять медресе и мечеть. В прошлом видео вы видели, мы были около мечети Улу в Диври. Вот здесь также есть похожие медресе и мечети с уникальной резьбой по камням. Вот это произведение архитектуры также было построено в 13 веке с такой уникальной резьбой по камню. А сейчас здесь находится государственное учреждение. Сегодня второй день Байрама. Много народу на улицах. В общем, люди развлекаются. Дети катаются на машинках. А здесь находится медресе. Медресе – это религиозная школа, которая также была построена в начале 13 века. С уникальной резьбой по камню. Тоже невероятно красивое атмосферное здание. И называется это медресе с двойным миноретом. Была построена в 1271 году. Хочу вам чуть ближе показать вот эту вот резьбу. Просто невероятной красоты, конечно, архитектурные сооружения. Это медресе с двумя миноретами. Вот один минорет. И выглядит он вот таким вот образом. Медресе состояло из двух частей. Часть с миноретами и большая часть, где сейчас находится кафе, где можно выпить чай или кофе. Сейчас посмотрим, как она выглядит изнутри. Здесь расположены всякие магазинчики с сувенирами. Ну и здесь уже находится кафе с фонтаном посреди. И, как всегда, здесь очень много народу. Играет такая традиционная музыка. Атмосферное очень место. В общем, друзья, если вы хотите увидеть это все своими глазами, обязательно нужно вам приезжать в Сивас. Потому что это что-то невероятное. Очень много народу, но не шумно. люди, мешают никому. Уruя. Ура. Завременно. Адмосфера. Ура. Берусалла. Ура. Адмосферное объективное которое я журчит. Адмосферное объективное движение. Рэют mirror. Здесь продают какие-то традиционные сумки, наверное, для этого региона вот такие вот из гобелена плетеные рюкзачки. В общем, кто любит что-то такое аутентичное, я думаю, что вам понравится. Очень много здесь, конечно, всего. Ну а вот так медресе с двумя миноретами выглядит со входа. Даже не знаю, вход здесь был или нет. В общем, вот такая вот здесь красота, построенная в конце 13 века. Играет музыка. Играет музыка. В общем, вот такие вот чудеса, друзья, скрываются в самых обычных городах Турции, в Севасе. Особенно есть вот такие вот произведения архитектуры. Ну а мы через два часа уже садимся на поезд и сейчас хотим что-нибудь перекусить. Вчера было очень сложно на интересах, потому что Байрам. Мы приехали поздно, но все-таки нашли. По темным улицам севался мы пробираемся к железнодорожной станции для того, чтобы сесть на поезд до Диар-Бакыра. Мы оставили все наши вещи в отеле, гуляли по городу. Ну и ездили в другие места, которые вы можете посмотреть в предыдущих видео, которые в описании. Ссылки есть в описании. А сейчас идем. Взяли вещи наши обратно в отеле. И через час уже садимся на поезд. Насыл Севас, Байанинус? Да, Севас нам очень понравился. Хотя в центре города не так много достопримечательностей, но только медресе, чего стоит очень классно и красиво. Поэтому отправляемся в Диар-Бакыр. Тоже очень красивый и интересный город. Чуть дальше от центра здесь еще есть одна медресе, но ее реставрируют. И, к сожалению, показать мы вам ее не сможем. Сейчас покажу вам быстро, как она будет выглядеть после реставрации. Вот такая вот, друзья, здесь будет красота. Наш поезд задержали практически на два часа. И вместо половины десятого мы уезжаем в половине двенадцатого. И прибудем в Диар-Бакыр тоже позже на два часа. В общем, нас перевели на второй перрон. Вот так вот выглядит перрон. И через пять минут едет наш поезд. Поезд из Карса в Анкар отправляется в ту сторону, А вот прибывает наш поезд из Анкары в Диар-Бакыр. Айхан, чего смеешься? Наш вагон... Сначала у нас пятый вагон, потом восьмой. Сначала мы вторая часа увидимся в таком вот сидячем вагоне, потому что мы купили билеты из другой станции, но сели в поезд чуть раньше, и в свой купе мы сможем пойти полтора часа. Чуть через полтора часа. Ну, в общем, получилась такая заменчика. Поэтому сейчас мы полтора часа в сидячем вагоне, а далее пойдем спать в своем купе. Мы уже перешли в наш вагон. И я вам покажу сейчас, в чем отличие турецких поездов от российских. Айхан, подними, пожалуйста. Да, когда вы заходите, сначала здесь вот такие вот сиденья. Я уже раньше показывала. Можно посидеть. И когда вы опускаете эти сиденья, я вам покажу матрасы. Видите, матрасы, они внутри. То есть не так, как в российских поездах, полностью обтянута кожзаменителем, и сверху кладутся матрасы. Нет. Здесь очень хорошие. Сейчас мы немножко разберем это все дело. Вот такие вот матрасы, которые у вас не будут сваливаться. Вы никуда не упадете. Но, в общем, будете ехать с комфортом. Айхан, супер? Классно. 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 Наступило утро, и наш поезд, к сожалению, задерживается. Вместе с 7.30 утра мы в Диарбакир будем только в 10. И проснулись мы тоже поздно, потому что вчера ходили-бродили. А где мы ходили, где были, смотрите в предыдущих видео, ссылки в описании. А сейчас я к нам пью в вагоне, ресторане, кофе. Испания, где мы ходили? Ищерим, Анкара. Кракия. Ищерим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Турцы, очень много людей. Вчера мы уже получили удовольствие. Мы будем себе поддерживать. Если мы не так, что вы хотели бы сделать, я так же очень люблю. Вы очень господицы, как и гидио ли Еду? Попробуем, мы тоже ходим. Мы очень очень господицы, очень много людей. Все, почитавшие, Курты, Татвак, Парс, Чудыр Голи, Идетно. В этом месте мы работаем. Последнее, в которой мы работаем, Мы работаем в ДИАРБАКРУ. Очень хорошо, мы работаем в Курты. И, в веки году мы работаем в Курты. А Вы только в Курталан, Анатолийск? Нет, Анкара, Кунталан, Анкара Татван, Исмир, Мали и Дуэкспресс. Мы работаем в этом направлении. Эти тренировки когда-то сделаны? Эти тренировки? Эти тренировки 2.000. Трамсащи. Трамсащи. А, тренировки. Трамсащи. Туркмалы. Туркмалы. Фабрика? В Сакаре. В Сакаре. В Сакаре. В Санкт-Петербурге. Спасибо. Спасибо. Я приехал в селфи. Все, друзья. Наконец-то мы прибыли в Диарбакыр. Это было интересное путешествие, но наше путешествие продолжается. Ну что, друзья. Мы прибыли в Диарбакыр. Все, что будет происходить в Диарбакыре и Дарье Мардине, вы увидите в следующих видео. Что происходило раньше, смотрите в предыдущих видео. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok